Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Олег и Валя из Хургады. И у меня за спиной находится улица Мамша, та часть, которую еще мы не показывали и сами здесь не ходили. По одну сторону находятся магазины, супермаркеты, торговые центры, а по вторую – отели. Сейчас мы прогуляемся, посмотрим, вам покажем. Планируем пройти километра 4-5 пешочком до Синба, до субмарины, там, где мы ездили кататься на подводной лодке, вернее, плавать. Так что, кому интересно такое прогулочное видео, конечно же, оставайтесь с нами. Ну, а мы погнали! Начинаем наш путь от отелей Штайгенбергер. И здесь у нас сразу Клеопатра Базар. Также, ребята, мы только увидели, что есть супермаркет, где, в принципе, можно купить воду, фрукты, овощи или что там вам не хватает, если вы, конечно, не в отеле. И первая статуя, уже вижу прям какие-то кубики, кирпичики. Сейчас почитаем, что это и для чего это. А еще очень нравится, смотрите, здесь огроменные высоченные пальмы. Ну, а на них финики. Очень широкая, как это сказать, не набережная, набережной не назовешь. Площадь, назову ее так. Уже вечереет, и люди выходят из отелей отдыхать, гулять. Также очень много продавцов, смотрите, сидят в одиночестве. Потому что туристов, в принципе, сейчас очень мало. И торговые улицы, смотри, и налево, и направо. Очень много магазинов. Даже он зазывал уже махает. Мы реально здесь никогда ни разу не были. Нет. С ним интересно походить. Мы даже, мы отдыхали здесь осенью в отеле Штайгенбергер Аквамэджик. Но почему-то мы сюда не ходили. Мы гуляли по променаду в основном только. О, ну это заброшенный рыбный ресторан. Это 100%. Рыба, морепродукты и акула. Как обычно, как обычно, все лавки одинаковые. Я имею в виду товар продают одинаковый. Это вещи, футболки, сумки, сувениры вижу. Ну, можно тунику себе, наверное, какую-то купить, чтобы не обгореть на пляже. Это да. А так, честно говоря, даже не знаю. Сувениры. Покупаете вы еще сувениры или нет? Если ты уже 10-20 раз в Египте, я не думаю, что вот эти магнитики, допустим, кому-то нужны. Ну, естественно, если вы впервые, то вы наберете кучу всего. Ну, вон, справа продают кальяны. Это один из тех сувениров, которые люди стараются привозить. А у нас еще спрашивали в комментариях, можно ли купить ребенку плавсредство, так назову. Круги разные, матрасы, чтобы с собой не везти и не занимать место в чемодане. Ну, как видите, таких магазинов здесь тоже хватает. Красивый отель справа. Санрайз. Санрайз Акваджой. Да, Санрайз. Кафешечки есть со своими котами. Кстати, Санрайз Акваджой прикольный отель, говорят. Это четверочка. Но стоимость его, по-моему, даже дороже, даже, чем Штагенбергер Аквамэджик. Да. Ну, в крайнем случае, мы тогда смотрели, был дороже. Собака. Собаки, коты. А где коты? Я только что говорила, проходили кафе, там лежал кот. А, вау, собаки справа, целая банда. Как мы уже говорили, здесь как-то собаки и коты, они как-то уживаются. И мы ни разу не видели, чтобы собака кидалась на кота, согласись. И мы ни разу не видели, кто их кормит. Но они все, гляньте, такие нормальные, нормальные, упитанные. Да, они все очень упитанные. Прям вообще. Опа, перестрелили. А вот кто кормит. Сейчас встанет, и пока не накормишь, не пройдешь. Вымогатели. Да. Так что берите с собой вкусняшки. Ой. Вообще не обращают внимания. Занимаются своими, не знаю, что у них, весна сейчас или что там. Блин, нормально, собаки, дайте пройти. Где лучше пройтись? Здесь по улице или все-таки ближе к магазинам? Я предлагаю тебе лучше посередине. Там не будут дергать зазывалы. Нам будет видно, что справа и также магазины слева. Сувениры, одежда. Да, уже отсюда, даже со второй линии, так сказать. Да, 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 да. Все машут, заходи, заходи. Пытаются дернуть, а представь себе там пройти. Мы ничего плохого не имеем против зазывал, но нам их достаточно у нас на Шератоне. Да? Да, а магазинов действительно просто такое количество. Ну и весь товар одинаковый. И сам прикол, что, обрати внимание, туристов нет, а работают почти все лавочки. Ну, ждут, наверное, когда туристы уже выйдут после ужина за своими покупками. Слушай, классное место. А, эти парни жалко, смотри. Они засохли и их вот подвязали. Ну, видишь, наверное, какой-то отель строят. Наверное, здесь как-то каждый отель отвечает, наверное, за какую-то часть, скорее всего. О, продавцы бедные, все сидят, скучают. Странно, что здесь мало кафешек. Мы только одну прошли, да, пока? Да, кафе одну прошли. Отсюда вижу еще какой-то фреши делают. Аптеки, круги надувные. О, зазывало, зазывало. Да, да, на охоту, на охоту вышел. Вот еще кафе, кстати, смотри. И оно двухэтажное. Да, кстати, прикольно. Вот там, наверное, шикарно посидеть с видами на строящийся отель. Ну, тоже непонятно, работает оно сейчас? Нет, ни свет, ни горит, ни где ничего. Думаю, работает, кальян стоит. А, да? Да. Ну, возможно, вот-вот начнет работать. Потому что днем, ребята, мало что работает. В основном в Египте начинает все работать после обеда. Кстати, вот мы, как говорится, вот... Экскурсии. Вот, Бразерс кафе, по-моему, да? Да, тоже кафе. Да, тоже прикольно. Слушай, здесь улица еще шире стала, по-моему. Фу, и сегодня жарко, не колыхнется. Вау, что я вижу, здесь велосипедная дорожка. Раньше, первый раз вроде бы в Хургаде вижу. Да, ну, я думаю, недолго она продлится. Ну, не знаю, в других странах, ребята, ну, допустим, там, в Батуми, там, вдоль набережной, она вообще там идет на многие километры, согласись? Конечно, ну, там и набережная идет на многие километры. А здесь, как таковых набережных нет. Кстати, да, ребята, вы тоже это поняли, что Хургада, это, наверное, первый город, который стоит на море без набережной. То есть, тут как бы есть кое-какие набережные, вы это знаете, мы показывали, но вы смотрите на море через забор. Здесь только в Марини, как говорится, можно подойти и вплотную к морю, да? Прокат велосипедов. Ну, это детские велосипеды. Ну, да, наверное, да. Еще отели строятся. О, дьюти-фри, вижу магазин. Кто спрашивал, спиртное где купить? Вот вам, пожалуйста, на только в первые двое суток из паспорта, насколько она, да, мы помним. Да, 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 это точно. Ну, в основном, там покупают спиртное. Ну, если, конечно, вы сюда приехали, здесь в основном одни отели, здесь нет квартир, то и у вас все включено, то оно вам и не нужно. Прикольно, смотри. Велосипедная дорожка. Ну, по идее, должно занижаться, чтобы вы проехали. От египтяне. Дорожка вроде есть, но проехать по факту здесь еще попробуй. О, ты ку-зайчику. Мы забыли с собой еду взять. Прости, прости. Классный котик. Классный котик. И обрезано ушко, кто не знает, это кот стерилизованный. Дякую, дякую. Стараются на разных языках говорить? Да, но вроде бы на чешском к нам обратились. Фонтан, мелочь, но приятно. И свежо. 5 долларов ремень. У нас на Широтоне продают по 2. Ой, даже помню, бегал за нами и за доллар хотел отдать. А вообще цены, смотри, в основном в еврох уже начали писать, да? А, нет, я тебе хочу сказать, это просто туристический район, туристическая зона, это же мамша. Здесь в основном все, у них как, сколько евро, столько и долларов считают. Вон еще котики. Да, малюсенький какой, смотрите. Устали, да? Так, по-моему, эта велосипедная дорожка уже скоро закончится окончательно. Ну, не знаю, пока мясо найдет. Что хотел бы сказать, что для тех людей, которые любят гулять, вот, просто гулять, мне кажется, мамша это идеальное место для прогулок. Почему? Потому что здесь туристическая зона, здесь местных вообще нет целостей. Нет, нет. Египетян вообще, это вам не Широтон, где они там в большом количестве, а дальше, она очень длинная, эта улица. А вот пока мы ходили, мы видели, как даже здесь люди делали пробежки, согласись? Да, кто занимается спортом, почему бы нет? Заброшенный отель, ребята. Или он не заброшенный, а только строится, скорее всего. Ну, обратите внимание, охранник сидит. Можно зайти? Спасибо. А, можно? Да. Так, я извиняюсь, если микрофон трогаю. Hello. Hello. Спасибо большое, да. Вот это уже круто. Я обожаю такие места. Можно зайти, сказали. А, это Компаунд, окей. А, это Компаунд строится. Все, все мы узнали. Это не отель, это Компаунд. Компаунд, да. То есть, можно снять апартаменты, но жить вы будете как бы на территории отеля. Без, естественно, все включено, свое питание, но с бассейном, шезлонгом. Насколько я понимаю, это еще строится, правильно я так понимаю? Да, да, да. Потому что на заброшенную не похоже, все новенькое. Класс. Да, это, кстати, один из вариантов, то, что мы уговорили при обзоре квартир, что помимо квартир есть Компаунд. Компаунды, это закрытая территория, приближенная к отелю, только здесь нет питания. И наличие бассейна обязательно. То есть, вот вам, пожалуйста, бассейн. А море входит? Ну, есть Компаунды, которые за городом, они входят в море. Ну, красиво, красиво. Очень классно. Вот здесь можно купить квартиру, я имею в виду, как в собственность, и сюда приезжать, допустим, там, не знаю, там, один, два, три, пять раз в год, либо жить здесь. Если нет, можно сдавать ее, зарабатывать деньги на этом. К Вале прицепился. Зазывало. Валя уже профессионально отшивает их. Так, я, как я вас не разумею. Валь, вот мы гуляем, и по сравнению с Шератоном, вот еще скажи мне, чего здесь не хватает, что в достатке на Шератоне? Да, звуком бибикающих таксистов. Правильно. А еще, что я заметил, в это время приблизительно начинается молитва. Ты заметила, здесь нет миноретов и нету мечетей. Вот туристической зоне, я, я, вот мы сколько прошли с тобой, мы не видели ни одну. Нет, не было, кстати, да, по дороге не положено. Лишний раз подтверждается, что местные здесь не живут, правильно? Это глаз? Это что за скульптура? Класс, это глаз. Первый раз в Фургаде увидели машину для мусора. Мало того, и как у нас сзади стоят мусорчики, ну, которые бачки грузят. Ну, возможно, это с отелей забирают. Я думаю, нет, я думаю, это, обрати внимание еще раз, посмотрите, направо-налево, сколько мы идем, никакого мусора нет. Я думаю, это специально на Мамше, для туристов, убирают и делают чистоту. Я думаю, это машин дальше Мамше не ездит. Здесь действительно все очень чисто. Нет. Да, почти. Фонари красивые тоже здесь, в два ряда. Подкаты еще те, да, остались? Как-то они... Вот за руки вроде не дергают, а просто на каждом шагу. Неужели я не думаю, что если ко мне подойдет 20 человек и что-то предложат, то к одному я обязательно зайду в магазин. К нам токшино-украинское, ой, на польское обратились. Парфуме, добрая цена. Да. Шопинг-центр. Ну, какой-то он такой тоже. Ну, людей как не было здесь, так и нет. Я не знаю, что эти бедные продавцы продают за целый день. Может, у них очень маленькая аренда здесь. Можно же такое быть? Ой, я вижу, уже огни загорелись. И смотрите, та часть, она в пальмах таких высоких. Красиво, красиво. Ага. Да, я вижу, та часть прикольная. Ресторан, кафе. Хотя здесь все кафе называются ресторанами. Кстати, смотри, какой отель начинается, такой. За ним, да? Под старину, да, да, да. Тоже в ресторане, в кафе никого. Зона вай-фая зато есть. Ой, знаем, какой вай-фай здесь в Египте. Что я хотел сказать. Ну, я буду сравнивать это с Шеротоном, потому что, ребята, мы живем на Шеротоне, кто не знает. В Шеротоне, конечно, гораздо больше кафешек, хотя считается, что это более туристическая мамша. Сделанная для туристов. И там сейчас почти в каждом кафе сидят, дымят кальяны, согласись. А здесь людей нет. Здесь некому ни сидеть в кафе, ни дымить кальян. Вау, мы попали в такой участок интересный. Вы знаете, очень интересная локация. Здесь даже вот такая тень есть. Задумочка классная. Слева отель, если не ошибаюсь, Гранд Палас. Ну, выглядит он очень неплохо. Очень даже неплохо выглядит. Интересно, для чего столько тени здесь? Лавочек здесь нет. А тень есть. Прийти, постоять тихонько так. Красиво. Рекомендуем, кто здесь не гулял. Если будете в Хургаде, обязательно посетите. Здесь просто по мамше можно идти. Ну, я не знаю, сколько она километров длины. Наверное, по моим прикидкам, километров 6-7, наверное. Опять же, странно, что людей не очень много. Ну, будем так говорить, их практически вообще нет. Таксисты просто кидаются на каждого. Просто на каждого кидаются. Вот так выглядит, кстати, такси в Хургаде. Но мы им не пользуемся. Мы пользуемся приложением Uber. Это дешевле. Это, помимо того, что дешевле, сбережет вам нервы. Потому что, ну, не знаю, мы торговаться не очень любим. Вернее, и не любим, и не умеем. А Uber сразу цену вам показывают. И ничего не надо с ним разговаривать. Сели, приехали. Спасибо, ушли. Все. Фонтанчик. Смотри, в каком красивом платье фотографируется. Покажи чуть-чуть издалека. Обалдеть. Это свадебное, возможно, платье красное такое? Я не знаю. Красиво, фотосессия как раз проходит. Ага. Ну, пошли, обойдем. Ого, какой отель. Grand Resort. Я говорил Grand Resort, да. Классно. О, это какой-то... Такой прикольная башенка. Это мы уже ходим прямо по территории отеля? Нет, нет, нет. Ты что, по какой территории? Так, давай туда зайдем, смотри. Пошли, пошли. Урны чистенько, трава зеленая, все поливается. Блин, все говорит о том, что отель хорошего качества. Ребята, кто здесь отдыхал? Напишите, потому что мы здесь не отдыхали. Это такие кусты. О, охранник сидит. Вороны, смотри, уже почти потемнело. Красиво, красиво. Блин, тут можно столько фоток наделать классных, да? Да, очень красиво, фонарики, фонтаны. То есть любой человек может зайти как бы на территорию этого отеля и здесь проводить... Да нет, нас спустили как блогеров просто. Шучу я. Тут же не было ни заборов, ничего. Но на самом деле, видишь, территория... А, или это уже территория Баршевая? Да, нет, просто скамейки, диваны. Вот себе сиди, читай, наслаждайся. Классно, что есть накрытие, то есть на солнце. Мне жарко будет. Да, слушай, прикольно. Классно. А я сразу заприметил, что отель хороший. Да? Да, теперь отель очень заинтересовал. Да. Класс. Он сделан именно, знаешь, под какую-то сказку, старина такая, да? Фильм какой-то, да? Тысяча одна ночь, что-то там где-то плюс-минус вот так вот. Да-да-да, какой-то там... А, да, смотри, вот же КПП. Ну, ворота. Да, охрана сидит с двух сторон. О, на эту территорию отеля уже. Пошли левее. Но зайти можно. Хм. Да. А вот прям даже вот в отель можно пройти. Ну, не, не пойдем уже, не будем наглее. Ресторан индийский. При желании можно, ребята, зайти. Мы уже за спиной охраны погуляли и возвращаемся назад. Так, что это такое? Это... Насколько, насколько здесь другая хургада. Да. Вот это, ребята, это туристическое. Если... Если вам... Вы не хотите связываться с местными, торговаться, еще что-то, вам не нравится улица Широтон или там старый город, съедьте, берите отель на Мамше. Здесь вообще действительно другая хургада. Мы как будто в другую страну сейчас попали, согласись. Это переход, я так понимаю, от второй линии... Да, первая-вторая линия явно на море. Сто процентов на море. И отель называется Grand Palace. Красиво, красиво. Очень красиво. Вообще все по-другому. Класс. Так, это уже другой отель, да? Я вижу другой цвет. Фонтанчики. Да, здесь прикольно. Вообще, посмотрите, какая сочная картинка. Все подсвечивается, чистенькая, фонтаны, пальмы. Насколько вообще по-другому все. Блин, тут действительно отели прикольные какие-то. Вот как-то они здесь подобраны по стилю по одному, да? А дальше я вижу мечеть. А что не было слышно мулы? Вечером просто шикарно и отлично прогуляться. Особенно, когда ветерок дует. Хоть становится не так жарко. Боже, такси кричат уже прям вообще. Ну, с дороги. Идешь гуляешь, кричат. Мы с вами были только что на том участке. Мамши, улицы пешеходной. Там, где просто не улица, а сказка, будем так говорить. А здесь, ребята, как вы видите, еще не достроено. Я так понимаю, идут работы, идет строительство. Вот. И мы знаем, что дальше. Там через пару километров, может быть, ближе даже, тоже будет строительная работа идти. Я был неправ насчет мечети. Вот вам, пожалуйста, минарет. Значит, здесь тоже, ну, есть молитвы и тоже, наверное, достаточно громко. Красивый минарет. Красиво подсвечивается. У нас уже солнце село. На этой части улицы очень прикольная подсветка. Пальмы. Прикольные. Сейчас можно фоточки сделать. А мы продолжаем наш путь. Нам идти прямо еще, наверное, пару километров. Выпили мы свою воду. Хотели здесь купить, ребята, это туристическое место. И полтора литровая бутылка воды стоит ровно в два раза дороже, чем в любом супермаркете на Широтоне. Не 5 фунтов, а 10. Так что имейте это в виду. Подошли к отелю White Beach Resort. Посмотрели по карте. Очень неплохой отель вроде бы. Ну, если кто-нибудь отдыхал здесь, тоже напишите, как вам отельчик. Это сеть Альбатроса. Это Альбатрос? Да, это Альбатрос. Ага. Ну, Альбатрос плохим не бывает. А как ты поняла, что Альбатрос? Там вывеска светится. Мы его проезжали, я запомнила. Понял. И как раз в отеле сейчас увидели ужин. Красивые повара ходят в колпаках. Напишите, кто отдыхал в этом отеле, ребята. Как тут с питанием? Очень интересно. А нам ужин по барабану. Мы сейчас еще пару километров пройдемся. Потом пойдем купим фрукты. Сделаем и салат. Фрукты купим. Купим овощи и покушаем вкусный салат. Дошли до отеля Gifton Beach Resort. Что-то нам кажется, что это довольно старый отель. В смысле, давно построенный. Потому что дизайн такой незамысловатый. Сами посмотрите, двухэтажный. Опять же, напишите, если кто отдыхал в этом отеле. Как вам отель? И действительно старый ли он? Проходим ресторан Мандарин. Такой фонтанчик изящный. Очень прикольно смотрится. Не знаю, как передает, конечно, ночью видео. Но очень прикольно смотрится. Даже сейчас сфотографируемся. Если что, а тут вроде бы не мандарин написано. Но прикольно. Гуляем и проходим вот такой вот знакомый ночной клуб. Литл Буда. Ребята, кто знает, кто помнит. Такой был в Шерм-эль-Шейхе, в отеле Тропитейл, где мы тоже отдыхали. В Наама Бэй. Ну и людей нет, честно говоря. Ну еще и рано. Это же ночник, наверное, после 11, а сейчас там около 9 только. Дошли мы уже до нашей конечной цели. Это поворот на подводную лодку субмарина Синбад. Мы там уже заканчивали наше видео как-то в прошлые разы. И прошли мы где-то примерно 4-5 километров. Нам очень нравится гулять по Хургаде. Главное берите с собой побольше воды питьевой. Потому что места туристические. И водичку придется покупать дороже, чем везде. И надеемся, это видео все-таки было вам интересно и полезно. И с вами, как всегда, из Хургады были Олег и Валя. И все будет Украина. Всем пока!